Идет сводный полк наркомата обороны, тогда это так называлось, не министерство, а наркомат обороны. И от папы я уже знаю, что это идут его фронтовые разведчики. Василий Ефимович Степнов, участник первого парада победы 24 июня 1945 года. Он из тех, кто раньше других узнал о крушении Третьего Рейха. Офицер главного разведуправления начал свой военный путь с монгольско-маньчжурской границы. Участвовал в боях на Халхенголе. Потом была советско-финская война, где Василий Степнов командовал ротой связи. Здесь он получил медаль за боевые заслуги. Рассказывал он, как это было сложно и тяжело, провода перебивались. Немцы днем, вот это свободное пространство на реке, простреливали. Только так, только голову кто-то поднимет и готов. А зимой они вешали осветительные ракеты. Было их светло, говорит, как днем. Ни днем, ни ночью через эту реку перебраться было практически невозможно. Но перебрались в конце концов. За участие в войне Василий Степнов получил орден Красной Звезды. В 1943-м Степнова решили отправить в Канаду в должности военного атташе. Руководство постановило, нужно жениться. Кандидатуру жены отбирали тщательно. И в итоге в качестве супруги начальство утвердило троюродную сестру Василия Ефимовича. У них родилась дочь, которая узнала о службе отца в ГРУ лишь в 80-х. Вспоминает, работа папы сильно влияла на климат в семье. Дисциплина в доме была железной. После смерти отца в 99-м году в наследство Ларисе Васильевне остались лупа, папка с документами и уникальные навыки. Я у него буквально с двух-трех лет была вместо записной книжки. Он мне говорил, доченька, запомни, пожалуйста, вот этот телефон пятизначный. И мне скажи, пожалуйста, вот такого-то числа, что нужно вас только-то позвонить. Я запоминала это идеально все и выдавала отцу эту информацию. Из семьи Степновых на фронт ушли 23 человека. Информацию о своих героических родственниках Лариса Васильевна по крупицам собирает уже более 10 лет. Уверена, ее отец был лично знаком с Вольфом Мессингом, хотя сам открыто об этом никогда не заявлял. Сколько еще не раскрытой информации, только догадывается. Но важно говорить, что история ее семьи не канула в лету, а в виде документов, фотографий и фронтовых писем сохранилась для потомков. Алина Чемерев, Станислав Левин, События.